Почему у меня сейчас квартира и надолго ли? Цифровая кочевница и жизнь в машине. Здравствуйте, меня зовут Мона. Я путешествую по Европе на разных автомобилях с 2018 года. Все мои видео на шести языках. Видео на поле Глот Мона также подходят для изучения языка, потому что они корректируются и произносятся носителями языка. В этом видео я рассказываю, почему я живу в квартире с 1 марта 2023 года. Как долго я в ней пробуду. Чтобы понять, почему нахождение в квартире для меня борьба, нужно сначала понять, что я за человек. Я чувствую себя наиболее комфортно, когда могу быть на природе. Если бы я могла выбрать между тем, чтобы переночевать в маленькой машине, такого как Сид Ибица, или в квартире, я бы всегда выбрала машину. О моих приключениях в маленьком Сид будет отдельное видео. Я настолько люблю природу, что всегда предпочту искупаться в реке или озере, чем принять душ. Даже если на улице минусовая температура. Если я нахожусь в квартире больше нескольких дней, начинаю впадать в депрессивное состояние. Я ем слишком много и слишком нездорово. Я смотрю фильмы вместо того, чтобы создавать полезные видео и электронные книги. А еще мне нужно 10 часов сна в день. И несмотря на это, я чувствую себя усталой. Я люблю работать в машине, потому что у меня повсюду окна, через которые проникает свет и видна природа. Мне быстро становится скучно, когда в моей жизни нет приключений. И в результате я теряю мотивацию к трудолюбию. Так почему же я сняла квартиру на какое-то время? Как долго планирую в ней оставаться? В прошлой зиму я невероятно много работала в отелях на ресепшене, где я работаю с 2016 года. Но с многочисленными летними перерывами, во время которых я находилась за границей. Иногда мне приходилось работать для смены, или сменами с короткими перерывами. То есть подняя смена плюс ночная смена, или ночная смена, 8-часовой перерыв, а затем поздняя смена. В моем Кодиаке было очень холодно. Иногда температура несколько дней опускалась ниже нуля градусов по Цельсию. В моем Кодиаке не было дополнительного обогревателя. Поэтому я могла обогревать машину, только передвигаясь на ней. Потому что в Германии нельзя парковаться с работающим двигателем. Так что я была абсолютно переутомленная, перегруженная, и у меня случилось выгорание. Психиатр хотел, чтобы я поехала в психиатрическую клинику на несколько недель. Но в то время ни одна клиника не могла лечить такие незначительные проблемы, как моя. Я искала ночлег на Airbnb на ночь, или несколько ночей почти каждую неделю. Это давало мне возможность расслабиться. И я была так счастлива, что наконец снова могу быть продуктивной, что подумала о том, чтобы снять квартиру на год. Я нашла очень дешевую квартиру в деревне, недалеко от моего любимого курортного города Бит-Бирнбах. На самом деле я хотела оставить квартиру до тех пор, пока не получу свой Шкода Иньяк. Но в квартире я не выдержала. Спала в депрессию. Я постоянно уставала, плохо спала, была раздражительна, в плохом настроении, не мотивирована, слишком много ела и плохо себя чувствовала. Кроме того, с моей в мансардной квартире стало невыносимо жарко, и сосед внизу курил. Так что дым шел в мою квартиру, поэтому мне приходилось постоянно проветривать комнату в течение дня. Когда я узнала, что даже в маленьком сит-ибице, где мне даже не хватает места, чтобы полностью вытянуться в постели, я чувствую себя счастливее, чем в квартире, решение для меня было легким. В конце мая я расторгла договор об аренде квартиры с 31 августа. В следующем видео я расскажу, почему я живу в машине, а не в фургоне или доме на колесах. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Напишите в комментариях о том, какой ваш родной язык, говорите ли вы на одном или нескольких языках, а также о том, сколько языков вы изучаете. Спасибо и до скорого!